В этом ролике я объявлю мобилизацию и попробую призывать в армию всех игроков сервера, чтобы свергнуть мэра. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самое залайканное будет исполнено в следующем ролике. Поехали! Товарищ мэр, как вы знаете, во многих городах уже проходит мобилизация, началась война. Вы в курсе об этом? Да-да-да. Разрешите нам провести всеобщую мобилизацию. Ой, точнее, извините, частичную мобилизацию в нашем городе. Наслышаю, наслышаю. Подпишите, пожалуйста, этот документ, что вы разрешаете провести частичную, частичную мобилизацию. Передал документ на подпись. Расписался в документе. Мэр, дай лицензию. А, здравствуйте. Здрасте. Передал повестку. Пройдите, пожалуйста, в уезжайший военкомат. А если я не хочу? А я хочу. Ну ладно. Здравствуйте, товарищ генерал Павел Морозов. Здравия. Я военный комиссар, и я готов провести мобилизационные мероприятия по призыву в армию. Скоро, товарищи, вас станет намного больше, и мы станем... Блин, да кто-то умер. Господи. Господи, Иисусия, спасибо, сохраняю. Отставить молитвы, они вам не помогут. Но вам поможет мобилизация. Скоро сюда прибудет намного больше людей. Мы укрепим нашу армию и нанесем ответный удар Астазии. Ура. А, ты по повестке? Это все, кто пришли? Да. Да. О, боже мой. Четыре человека. А что делать, если мне не дали повестку? Тут один человек, он по главному, где-то осторожней. Я сам по своей воле пришел. Каждый военнообязанный должен прийти в военный комиссариат и вступить на службу. Это обязанность каждого мужчины. И вы, ребята, первые из них. Так, здравия желаю, меня зовут Валентин. Вас как зовут? Меня зовут Макс. Макс, понятно, документы ваши. Показал паспорт. Так, понятно, проходите. Так, медкомиссия. Так, остановись. Так. Так, записал рост и вес. У тебя вообще сколько лет? Не помню. Понятно. Так, вот таких шутников надо выкидывать отсюда. Не надо, не надо, у нас проблемы как бы в армии. Блин, так да. Службу проходил? Так, ну что ж. Еще пока нет. А хочешь проходить? Да. Так, ну что ж, я думаю, он готов. Я раньше в Афганистане служил. У него боевой опыт есть. Ну так все. Ну так проходи в кладовку. Давайте по два, по два сразу заходите, по два заходите. Вы по повестке или как? Я по желанию. Нет, я по желанию тоже. Хочу жить. Молодцы, парни. Родина вами гордится. Документы сюда. Я с Казахстана. Документы сюда. Показали документы? Проходите на медосмотр. Какие-то есть справки, не знаю, там, годен, не годен. Да, у меня писька болит каждое утро. Ну что ж, проходите дальше. Отклонения какие-то у вас есть? Психические расстройства? Воевать готовы вообще держать оружие умеете? Ну, я чуть-чуть, у меня как это, я воевал в Афганистане. Ну все, это наши люди. Что ж, проходите в кладовку. Я хочу быть снайпером. Оружие убери, оружие убери! Оружие убрал, оружие убрал. Зашли в кладовку. Я сейчас сдохну, я четыре дня не ел. Мне кажется, его нужно в поликлинику для опыта. Его нужно в армию отправить, быстренько. Так, все, пакуйте вещи. У вас вещи с собой есть какие-то вообще? Нет. Нет, у меня только два стола. Короче, я думаю, вещи им не понадобятся, идемте. Не отставать, кто отстанет, того найдем. Мы команда 228. Ой-ой-ой. Открыть базу, новые призывники пришли. Значит, в казармы их снарядите, снабдите. Э, что это за бомба? Ага, вот ходят. А что за херня? А что за херня здесь происходит? Да господи, я только призывников привел, тут уже стрельба, уже война. Да какого черта? Ладно, все заткнитесь, заткните, заткните рты. Призывники пришли. Кто отвечает за призывников? Генерал? Да. Вот этих снабдить, снарядить. Я, если что, в колду играю, я... Вы меня научите. Быстро очень. Я иногда жалею, что у нас нету доктора. У нас есть доктор, медпалка строится. О, а можно вашего доктора к нам в военкомат? Да, доктора. Ну, я надо спросить у него желание. Никакого желания. Отправить в военкомат срочно доктора. Так точно. Здравствуйте, я... О, вы вернулись, Валентин. Да, я привел доктора. Так, смотрите, весы, штука для измерения роста. Ну, в принципе, все. Уже готовы люди, да? Да, уже готовы несколько. Я их лично проинструктировал. Они готовы. Значит, вот так вот, легко в глаза... Ой, извините, я тут просто объяснил. Так, убрал это. Куда у них оружие вообще? Это мульти, они куда-то взяли. Так, вы двое. И сколько у вас тут? Так, вы мне вручили повестку. Да, я вас помню. Вам сколько лет? Мне 20. Документы свои давайте сюда. Не задерживайте. Два паспорта мне положили. Все, что у вас есть. Не медкарты, все, все. Даже кошелек с деньгами. Медкарту? Сейчас, погодите. Достал паспорт. Медкарту. Лицензии. Вы служили, да? А где служили? Нет. Нет, не служили. А, не служили? Ну, будете служить тогда. Проходите на медосмотр. Кто из нас первый? Я или он? Да вдвоем идите. Тогда, не, я не хочу. Я хочу по одному. Да мне все равно, что ты хочешь. Пошел. Так, не нарушать порядок. Заходите вдвоем. Хорошо, врач. Проверяйте этого. У меня где-то раз 170 примерно. Лет мне. Что там происходит? Так, что происходит? Что происходит? Какое лицо мстине? Это военкомат, идиоты. Какое ограбление, блядь. Это военкомат, идиоты, блядь. Сколько вам лет? Так, сколько у нас выжило призывников? Двое. У нас врача убили. А, вот еще один выжил. Короче, ты пережил атаку грабителей, значит, ты уже губ. Годин. Как Годин? Я никогда не служил, только в компьютерные игры играл. Ты пережил атаку террористов. Я тебя поздравляю, ты переживешь обстрел. И войну переживешь, я уверен. Вы меня хотите на войну отправить? Зачем ты сюда пришел тогда? Идем. Что расскажешь? Я, меня зовут Алексей, мне 20 лет. В основном занимался тем, что играл в компьютерные игры и читал книжки. А во что играл? Ну, в танчике там. Ну, где-то у меня 50 часов есть. Так, что ж, танковые войска или мотострелковые? Что, господа, проследуем. Вперед, вперед. Учите страивую, она вам понадобится. Как человек, который 20 лет держал ОП в руках, мне по кайфу. Новые мобилизованные. Новые мобилизованные пришли. Три человека. Павел, зови себя. Идите к генералу Павлу, он даст вам форму и обучит. Так, мне нужно где-то 3-4 человека. Вот, пойдемте. Павел, я иду за вами. Так, вы, идемте. Какая встреча. Что, ты в армии тут служишь? Мобилизовали тебя, да? Пакуйте этих двоих, они тоже пойдут. Так, за нами идем. Товарищ генерал, товарищ генерал, товарищ генерал Павел, тут еще два человека, где вы? Это просто, блин, я поздороваться только пришел, почему меня забирают в армию? Я не хочу убивать людей. Воевать нужно, война. Сейчас будем уже разносить повестки, потому что слишком мало людей в военкомат приходит, сами понимаете. И никого здесь нет. Куда все спрятались, боже мой. О, вон, надо бежать. Эй, парень, парень, парень. Сэр, а почему не идем в военкомат? Всеобщая мобилиза... Ой, точнее, частичная мобилизация все-таки проходит. Я новости не смотрю. Ты еще скажешь, что ты вне политики, держи. Выписал повестку. В военкомат, быстро. Здравствуйте, здравствуйте. Сэр, сэр, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Меня. Фрончалу. Держите. Выписал повестку. Кого держи? Военкомат, прибудьте, пожалуйста. Ну, прибуду как-нибудь. Давайте, у вас здесь... А что оружие? Я что, какой-то опасный этот преступник, что на меня оружие наставлен? У нас война идет, молодой человек. Это у вас идет война, у меня не идет война. А вы где живете? Вы в этом городе живете. И против кого у нас война? Каждого гражданина города идет война. Сэр, отказ от победы. Ты и гражданин своей страны, ты должен взять оружие. И неумолимо следовать приказаниям генерала и главнокомандующего. Я могу взять оружие и просто могу взять. Понятно, пакуем его. Куда пакуем? Вы че, я вам еще упаковка какая-то... Сыр, ну, на солнце синий. Я вам еще посылка, чтобы меня... Да не кричите, мужики, вы че, овнатори. Оружие наставили. Ну ладно, останусь. Только в попку не трогать. Ведите его в военкомат. Да кого-то, ведем. Куда? Прошел за нами. Прошел за нами. Так, ты воевать готов? Может, как-нибудь договоримся. Договариваться с Родиной. Страна в опасности, нужно ее спасать. Иди на медкомиссию. Вы понимаете, я если брошу свой бизнес, все пойдет под откос. Кто будет вам медокументы, оружие, все поставлять. А вот кто? Слушай, я повторять не буду, я же тебе просто сейчас колени переломаю. Да все, иду. Стол? Куда став? На эту хреновину. Да никуда, все, никуда, ты годен, все. Даже не проверяй его, он должен в армию попасть. У меня спина восьмерка идет, какой горький, военчок. Будешь стрелять из окопа удобней, из укрытия. Военный опыт имеется? Нет. А воевать готов за Родину? Всегда готов. Ну все тогда, добро пожаловать в армию. Три человека у нас, ну пойдет. Все, собирайте, пакуйте вещи, которые у вас есть, которых у вас нет. Идемте, на военную базу. Валентин, я думаю, там много людей собралось. Может, я проведу? Не хочу на мобилизацию. Стойте на месте, стойте на месте. Ага, вот, вот сколько людей. Николай, пожалуйста, обработайте вот этих призывников. Одного охранника. Хебать. Спишем на небоевые потери. Ладно, одного охранника мне, идемте. А где остальные призывники? Куда они ушли? Ушли куда-то. Ага, вижу. Откройте дверь. Немедленно. Мелот, стойте, стойте. Это вооруженный человек. Я сейчас сюда дополнительные войска призову. Вы же в курсе, что вы просто не выйдете отсюда живыми? Это уклонение от мобилизации, от призыва. Десять лет. Сейчас всех разносим, разносить. Кого ты там разносить будешь? У нас страна в опасности. Астазия наступает, контрнаступление идет. Ломай, ломай к черту тут все. Бей фашистку, фашистскую гадину. Валя, валя, просто в пицу. Его нахер, короче. Товарищ генерал, смотрите, у нас некоторые проблемы. У нас уже начинается какое-то сопротивление в городе, поэтому нам нужно взять некоторые ваши силы из контрактных войск. Человек восемь, десять. Обойдем все дома, все обшарим, всех возьмем. Потом вернемся, сколотим армию. И дальше вы знаете, что делать. Восемь человек военных за мной. Так, давайте по квартирам тогда пройдем. Выходите, выходите. Это мороженое тут продают. Открывайте, это военкомат. Привет. Так, пропустите, военный комиссар. Давай. Здравствуйте, извините, что вас тревожили. Блин, блядь, 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 блядь. Что за... Блин. Господи. Стоять. Я обязана было его убить. Вы почему укрывали вооруженного человека? Меня, потому что ограбили тут. А вас ограбили? Мы вас спасли. А вы взамен на это, пожалуйста, получите повестку и придите в военкомат. Как вас зовут? Дима. Я военный комиссар. Я выдам вам повестку, пожалуйста, и явитесь в военкомат. Я отказываюсь, пожалуйста. Можете... Хорошо, пакуем его. Давайте, ребята. Что ж, идемте за нами. На добровольной основе. Гражданин, вы арестованы за уклонение от мобилизации. Так, ну по идее, тут кто-то должен быть. Там никого нет. Тут дверь закрыта. Тут дверь закрыта. Здравствуйте, это военкомат. Можете открыть дверь, пожалуйста? А по какой причине вы сюда пришли? Я его помню. Взламывайте, взламывайте, взламывайте. Он кост, он отказывает этой армии. Да, добровольного ничего не будет. А, черт. Я буду помнить тебя. Да хрен с ним нового призовем. Давайте, вперед, штурмуйте. Ликвидирован. На счет три, идем вместе. Раз, два, три, поехали. Мясом их, мясом, мясом. Да боже мой, почему вы такие тупые? Вас вообще обучали? Понятно. Так, Николай, сколько у нас вообще есть людей? Примерно сотня человек на военной базе. И в военкомате, возможно, еще человек 50 должно быть. Так, все послушайте меня. Вас тут достаточно много. Я считаю, что план мобилизации мы выполнили. Конечно, были огрехи. Были огрехи. И мы эти огрехи сейчас будем устранять. Там сейчас, в городе, сидит повстанческая армия, которая уклоняется от мобилизации и от призыва. Они не хотят защищать родину. Наша задача сделать из них мужиков. Вперед, 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 вперед. За океанью. Вперед, вперед, господи, как вас много. Эй, говнюки, открывайте дверь. Это ваш последний шанс. В сторону всех, в сторону всех. Взломывайте дверь, взломывайте дверь. Занял позицию сверху. Вперед. Это ваш плечень. Я в ютубе. Я не на деревья. Да, пустите у меня таран. Все. Как видите, эти повстанцы не выдержали силу мобилизации. Это победа. Это еще не победа, друзья. Да, мы потеряли много людей. Но запомните, братья, бабы еще нарожают. Вперед, идемте к мэрии. К мэрии мы идем, к мэрии мы идем. К мэрии мы идем. К мэрии мы идем. Погнали, погнали. Николай, это была честь служить с вами. И хоть войдет война, но с такой силой стоит считаться. Мэр сделал самую большую ошибку в своей жизни. Объявил мобилизацию. Блядь, ты своего, зачем ты? Господи боже. Я мой военного преступника. Мэрия наша! Как видите, армия у нас получилась воистину огромная. Но очень низкокачественная, потому что гребли всех подряд. Но все равно, этого нам хватило, чтобы победить повстанцев и сместить власть. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...